привет где-то с год назад первым видео на этом канале было то как я рисую и спустя год я подумал о том что я могла бы опять сделать подобное видео уже с новым опытом с новыми какими-то советами а может и со старыми советами просто порисовать показать вам вообще посидеть с вами давно меня тут не было мне тут не было месяц в общем поехали поиск референсов конечно очень важен и сейчас очень удобно на пинтересте можно разделять все по папкам но я бы хотела сказать о том что поменялось за год с того видео по этой причине я бы хотела рассказать о том почему референсами может быть что угодно тогда говорила лишь о том что референсы лучше использовать только фотографии но сейчас я поняла что это бред референсами может быть что угодно начиная фотографиями которые вы сделали сами заканчивая набросками других людей или артами или фотографиями других людей или вообще что угодно банка из-под кукурузы может быть референсом в чем просто суть референсы отличаются от стадиков тем что ты не рисуешь все просто под копирку с фотографии ты собираешь какой-то свой mood board и там уже то есть доску скажем так со всеми фотографиями картинками так далее и уже просто смотришь на все это целиком на разные фишечки на разных артах на разных фотках и их уже использую что есть не обязательно искать именно фотографии и рисовать как стадики с них у многих свои техники использования этих штук но я все еще придерживаюсь тому что нужно разрабатывать руку разрисовываться и делать маленькие скетчики маленькие зарисовочки еще такое маленькие зарисовочки может в квадратиках и уже тогда у тебя будет большой выбор между различными композициями и будет проще определиться с тем что ты хочешь сделать в итоге как таковой line я не делаю я использую свой скетч есть тоже очень много разных техник как со всем этим работают я заметила некоторые подчищают свой скетч некоторые как раз таки работают свой на артом а некоторые рисуют все поверх я что-то среднее делаю скетч непрозрачным и крашу его под низом а уже поверх делаю line art отдельно скетч после этого я удаляю как правило но то есть это довольно удобно для меня поскольку я могу полностью оживить картинку сделать ее довольно приятной таким образом насчет цвета палитры можно брать то же самое откуда угодно любой арт который вам понравился в фотографию которую вам понравилось просто главное делать это именно руками сам не пипеткой пипетку все еще фу пипетка нельзя можно использовать различные ползунки режимы наложения различные вообще всевозможные фишки программы вообще используйте вообще буянти то есть во всех рисовалках мне кажется уже есть различные вспомогательные штучки различные вспомогательные там изменения хью и колор или там saturation в программах то есть всем этим пользуйте все 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 это тыкайте пробуйте пробуйте потому что программы очень помогают и очень мне нравится баловаться с цветами это просто очень вкусно маленькие фишечки которые я могу рассказать которые могут вам помочь примеру лассо я все еще пользуюсь лассо я все еще люблю его всеми фибрами своей души это лучший инструмент с которым можно работать с текстурами вот серьезно вы выбираете определенную область крутите размер кисточки там до громадного с текстурой и все это накладывать она и за рамки не выйдет и текстура хорошо ляжет то есть если вы будете это делать без выделенной области то уже текстура может куда-то поплыть как-то будет уже неаккуратно потом это все подтирать стирать убирать и драться бояться плакать градиенты во многих рисовалках как я уже говорила есть все эти настройки с цветами так далее но можно делать самим можно делать самим и пользоваться режимами наложения все еще люблю все еще пользуюсь год спустя ничего не изменилось вы можете накидать классного цвета что-то красивое разных цветов а потом поставить какой-нибудь режим наложения например мультифул на непрозрачность ну 30 процентов также всем советую color dodge знаю что он есть вроде в фотошопе и вообще наверное должен быть везде это хорошее наложение для света я рисую чаще всего свет именно этой штук еще можно накладывать всякие отдельные текстуры и я говорю не про кисти я говорю именно про текстурные какие-то фотографии например там фотография бумаги и вы кидаете ее на холст ставите допустим overlay режим наложения или там мультифул также непрозрачность допустим там ну процентов 30 25 это вы уже потыкаетесь и вы можете рисовать так как будто это бумажка то есть ура бумажки по сути за этот год мало что изменилось моих техниках мне нравится цветной лайм все я скорее немножечко лучше стала работать со старыми своими техниками рисования со старыми своими фишечками что-то больше открыла для себя что-то закрыла для себя и не использую тем не менее все это получается от того что я пробую тыкаюсь и ну просто не бойтесь программы просто бузите буяньте главное конечно ее не сломать к чертям но буяньте то я могу сказать со своей небольшой творческой колокольни со своего небольшого пути хакаги это то что не ставьте себя в рамки ни в какие не стилистические не материалы в том плане что кисти на компьютере например вы вы можете находить новые никто ничего не скажет вы должны находить новые кто говорит что кисти материал это не главное это конечно так но когда ты находишь что-то комфортное в использовании для тебя тебе и работать комфортнее и быстрее намного по этой причине экспериментируйте находите для себя что-то как я с лассо я как нашла для себя лассо я все это лучше лучше инструмент в программе серьезно вообще без него никуда у нас любовь с лассо тем не менее что могу сказать еще так это то что зацените мой лук я выгляжу как картоха я перезаписываю это 5 4 что очень много раз я это записываю помогите мне пожалуйста я в плену надеюсь этот ролик хоть немножко вас позабавил хоть немножко вам помог может вы что-то для себя новое нашли может вы впервые меня видите привет я вури и может вы впервые вообще знакомитесь с моим творчеством но я всех люблю всех обнимаю советую всем не забывать кушать спать отдыхать играть ну и просто не забывайте жить я всеми вами горжусь всех вас люблю все также огромное спасибо моим бустятом которые поддерживают выход роликов выход моего творчества в свет и просто поддерживают меня всех пустят люблю вас я тоже люблю всех люблю все всех люблю с уважением любовью ваша вури